позовите ко мне священника я хотела бы исповедаться всем привет дорогие друзья и добро пожаловать на канал коротко а не коротко с вами как всегда кин и как вам новая интро а как вам новая лога а как вам новая шапка или же все херня вертаемся в зад и сегодня на нашем воображаемом столе и макуля т или же оман непорочная радует что в отличие от прошлого фильма локализаторы обосрались здесь всего на 50 процентов как в оригинале никакого омана и в помине нет а вот и макулет можно перевести как безупречный незапятнанный чистый что в принципе можно интерпретировать как непорочное забавно что даже режиссер фильма майкл мохан охренел от того что в россии у его фильма вырос омен но это и показатель того что создатель внимателен к своему детищу даже после выхода вспомните marvel хоть как-то отреагировала когда гражданская война как-то на америке стала противостоянием первого мстителя я вот лично такого не помню но если ошибаюсь то поправьте что же касательно фильма то я его ждал даже несмотря трейлер но если некоторые ждали его из-за сидни то я ждал из-за другого актера о профессор пошел вон буду звать альвара профессором столько сколько захочу так то лучше так меня все называют что ж приступим к рассмотру сказал бы я но я должен предупредить данный фильм тесно связан с религией и если эта тема для вас важно щепетильно и вы не приемлете шуток в данном контексте то настоятельная просьба поставить лайк подписаться и перейти в другое видео что же касательно шуток я должен уточнить я буду шутить не над чем-то реальным а над вымышленным воображаемым миром фильма да и вообще фильме не сколько церковь сколько секта по ходу просмотра поймете почему и его теперь с теми кто остался приступаем к просмотру и начинается все с того как какая-то рогатца девушка по-итальянски конкообразовательный решает что она устала от жизни духовной такой тибрид ключ избегает но ее настигают какие-то ситхи я буду дэдпулом дэдпулом да в общем там она и находит последний покой а мы переносимся в аэропорт где досматривают сидни свиньи ну и по ходу разговора и досмотра полисмена очень удивляет что она выбрала такой образ жизни вы для монахини такая молодая это особая жизнь наверное страшно было решиться не каждый на это пойдет странный ты хер а тебя это прям так волнует ну да сейчас на молодая монахиня кто будет старая монахиня ты вот сейчас молодой хер задающий тупые вопросы то будешь старый хер задающий тупые вопросы так типа время работает еще немного тупых вопросов и неловкое интервью заканчивается да вот еще что я постараюсь воздержаться от шуток касательно сидни я думаю вы понимаете каких фильм ты же тоже постараешься сестра сисилия сиси ли я ну вы поняли да сиси ли я поняли поняли же что это отсылка к мультсериалу принцесса сиси принцесса сиси под довольно шикарные виды энца отвозит сиси в монастырь еще долго почти приехали а теперь приехали почти приехали а сейчас приехали почти приехали сиси добирается и там ее встречает настоятельница так и запишем не говорить по-итальянски иначе будешь звучать как одержимый ладно я понимаю что это глюк оригинальной звуковой дорожки но звучит очень забавно сиси знакомится с изабель это проводит краткий экскурс из которого становится понятно что данный монастырь что-то вроде умиральной ямы для монахинь а еще под монастырем лежат катакомбы святого стефана катакомбы туда нельзя и туда не ходи также изабель рассказывает что чудным монахиням лучше подыграть но сисили уже пофиг она залипает на песнопение это вам не модная дискотека изабель приводите силы и апартаменты а вот и твое жилище до хром то тесные после чего начинается прям откровенный прессинг для меня большая честь служить с тобой какие сладкие речи спасибо это был вовсе не комплимент тебя ждет тяжелый труд физический и духовный так что если ты хочешь найти себя есть другие у мадама вы как-то накаляете обстановку давайте ка это охладите траханье изабель уходит оси си идет подписать но и там никакого уединения здравствуй здравствуй я я сисилия а я гвендолина неловко получилось это уж точно девчули знакомятся и сиси рассказывает гвен почему она здесь да моя церковь закрыли священник что-то натворил сейчас очень осторожно выбирай слова смело если не понимаете к чему она спросила то гляньте этот фильм мог быть я мог быть любой из нас в центре внимания девчули еще немного общаются и отправляются на вечернюю службу сестра сисилия профессор никакого криминального прошлого никаких документов сменил удостоверение личности в 19 лет для всех он призрак но только очень умный призрак ладно здесь профессор взял псевдоним отец табиски далее сиси проходит обряд принятия в новой церкви так и запишем демонический итальянский голос распространяется только на женщин сиси принимает обеды бедности целомудрия и послушания чего вала дрочишь пока начинай сосать церемония завершается начинается вечерняя трапеза о стол виде креста прикольно ходе которой сиси делится тем что ей не особо привычна жизнь такой большой церкви понимаю я также думал когда начинал я ведь не с детства мечтал стать священником поначалу я занимался наукой биологией но затем господь указал мне путь и привел сюда сиси рассказывает что уверовала после того как в детстве провалилась под лед но выжила врачи старались как могли но сердце встало почти на 7 минут как страшно очень страшно после разговора она отправляется погулять и находит какую-то тайную комнату как в гарри поттере где кто-то прям очень сильно приуныл то есть был на работу фара ты чё ебнулся спишь ли жуном же оказывается вождь краснокожих из начала фильма приведу кого-нибудь мне кажется я нашел идеальную пару для юриста из прошлого фильма приведу кого-нибудь ужасное происшествие скример бабка нихера не говорит про ли жена но дает подержать сиси гвоздь да не просто гость а самый настоящий иисусе гость ну в смысле один из гвоздей которым был приколочен иисус отчего у сиси случается приход очнувшись она идет вываливать прощение наверное перепела вина и опозорилась перед настоятельницей обещаю впредь вести себя достойно ибо я хочу заслужить свое место здесь в общем святой отец отползает все дальше и дальше а сиси затягивают прям на жесткую тусу ну и конечно это был сон сиси просыпается и видит какую-то бабку которая как таракан при включенном свете убегает а на следующее утро девчули в духе аббатства даунта начинают пахать само собой под неустанное зырканье изабель перед сном сиси молится и на ее мольбы приходит бабка парикмахер с флит стрит бабка начинает метафорически облизывать сиси мы все тебя обожаем тупо пацаны да и девушки после просмотра некоторых сцен бояристов и эйфории мы все тебя обожаем затем сиси провожает бабульку спать и видит у нее странные шрамы охренеть просто на следующий день девчули делают купи-купи и гвен делится тем что она пришла в религию после столкновения с парнем тираном и арбузером то есть ты даже не веришь в бога конечно верю за такую жестокость может отвечать только мужчина от таких высказываний тошнит даже сиси боже я пошутила такой шутник сиси отправляют сдать анализы после чего вызывают на планерку где выясняют охранила ли она свои обеты а в особенности обед целомудрия проще говоря пока еще пока еще в грехе все ваш блядский секс проделки сатаны пока еще распутницы и да откроется тебе царствие божие сиси говорит что мол никакими этими вашими сексами она не такалась но несмотря на это вы беременны стать мамой решение от которого зависит ни одна жизнь профессор втирает про то что тогда в детстве сиси спас бог именно для этого после чего в ее честь начинается церемония в общем от такой помпезности сиси вновь тошнит да и вообще она начинает разваливаться по частям хотела бы сказать о но скажу лишь фу девчули хавают после чего сиси решает побулькать но тут врывается изабель и начинает ее душить я ни черта не понимаю никто ничего не понимает сиси в ахире в этом же ахире и а быстренько обследуют и говорят что она в норме также говорят что изабель не в норме не дружит с крышей сиси также просит свозить ее в нормальную больницу будет лучше вам остаться здесь до рождения ребенка каков подлец после осмотра сиси прогуливается по монастырю а изабель прогуливается с крыши и за да и хрен с ней изи хоронят а габи прорывает как вы можете притворяться что ничего не происходит а все силе непонятным образом забеременела изабель покончила с собой что за херня тут творится это что супер здравомыслящий перс фильме ужасов но здравомыслие в ужасах не в почете поэтому габи вяжут ночью сиси замечает за оторвавшейся картиной надпись с отсылкой к библии потому что сам сатана принимает вид ангела света ой но вы им не льстите потом она находит свое личное дело в котором есть вырезка о ее чудесном спасении а значит о нем все в курсе и она тут не случайно все было спланировано сиси слышит какие-то крики и найдя их источник видит как габи проводит осмотр полости рта в ходе которого выясняется что длина ее языка превышает допустимую норму проще говоря у нее язык слишком длинный следи за языком фанатеющая бабка тормозит сиси от крика и говорит что мол ты никуда отсюда не денешься а на следующее утро из комнаты сиси доносятся вопли увидите доктора срочно его нет сегодня суббота вызовите народ сидни конечно шикарная но вы только гляньте на профессора в общем ее нужно обследовать но доктора нет на месте хотя конкретно в данной ситуации мне кажется он должен быть всегда на месте а поэтому сиси везут в ближайшую больницу но увы ее план оказывается не настолько надежный как швейцарские часы это счастливая курица не даже придираться не буду в ее состоянии после всего увиденного ей пережитого благо хотя бы она до этого смогла додуматься я бы вообще где-нибудь в углу обосроты от страха валялся но как я сказал план не срабатывает бабка находит курицу и палец сиси тормози сейчас же зачем останови машину понял не дурак но она не собирается прохлаждаться увы сиси ловят возвращают и проводят небольшую лекцию о гвозде это неопровержимое доказательство символ великой силы это ключ к бессмертию будь добры помедленнее я записываю потом она отправляется на экскурсию по прошлым неудачным экспериментом внутри меня это как же по ходу дела профессор задвигает про то что святая миссисиси принести в мир сие чудо-чадо но сиси не особо вкатывает такой расклад и палят пятки после чего возвращают в камеру ой то есть комнату хватит стучать открыто сиси приводят на исповедь где она продолжает разваливаться и говорит что это явно не божий промысел если это не воля бога почему он нам не мешает признаюсь мне это надоело после ей проводят медосмотр а как только доктор отлучается бабка пикливается крестом вот что крест животворящий делает сиси вновь удается сбежать но выпадают осадки у нас протечка затем аки ассасисин она валит кардинала а вот доку удается сбежать беги дядь мить сиси ты бред зажигалку четкий спирт и гвоздь и отправляется но не на православный пикник а спалить керам лабораторию там ее настигает профессор и завязывается файт но сиси удается практически выбраться а вот профессору нет ты конечно был тут кончим но все-таки прощай профессор индиана джонс местного разлива ищет выход в катакомбах и у нее даже не ломается фонарик ни хера себе в общем сиси шляется находит габи и практически вот уже выбирается вы же не думали что от профессора так легко избавиться он вся полиция испании пыталась и что а тут какой-то огонь профессор говорит что мол сама ты виновата сама плохая я вот такой да ты и пытается вырезать пупса но тут детородный гвоздь добавляет в тело профессора немного металла ну не второй раз я уже прощаться не буду мне уже пофиг профессор помирает нет он не мертв но не в сиси выбирается рожает и делает аборт на этом фильм заканчивается и я не буду размусоливать его под смыслах думаю если я все правильно понял то у нас тут метафоры на изнасилование беременность от насильника и на жесткий абьюз ну и конечно же на безумную религиозную фанатичность я это все безоговорочно осуждаю мне же лично гораздо интереснее то что пускай это не самый страшный а скорее тревожный ужастик но это один из самых продуманных ужастиков за последнее время что я смотрел в нем практически нет нелогичности а если есть то они являются чеховскими ружьями коих здесь достаточно и они все стреляют только их нужно увидеть к примеру в начале фильма убегашка поправляет именно ту картину которая позже оторвется в комнате сиси или же то что все берут гвоздь в перчатках за исключением сиси от чего и происходит беременность также вспомните момент с непонятным нападением изабель пускай еще раз попробует со мной ближе к концу становится понятно что она знала про эксперименты и планировала быть следующей но выбрали сиси также про эксперимент знали и все остальные поэтому помалкивали в отличие от габи но еще как пример вспомните профессор вначале говорит я ведь не с детства мечтал стать священником поначалу я занимался наукой и в конце фильма становится понятно почему он делает то что делает и таких примеров можно насобирать еще только для этого нужно отдельное видео также к однозначным плюсом я отнесу то что в фильме уделили внимание деталям по типу тех же следов от удушения не исчезающих несколько дней еще плюсом можно отнести декорации символичность и довольно неплохую актерскую игру у всех актеров и единственное что мне кажется фильм стоило добавить побольше арт-хаусных и гротескных сцен по типу то что было в конце ну или отрезание языка и как по мне благодаря этому фильм бы стал в разы мрачнее да и бака прости не в этот раз и поэтому лично от себя я даю фильму девять масок дали из десяти а сколько дадите вы пишите в комментариях ну а на этом у нас все дорогие друзья и всем большущие спасибо за просмотр и если вам понравилось это видео то подписывайтесь на канал ставьте лайк и заглядывайте в описании где скорее всего будет ссылка на телеграм-канал который я возможно успел создать и ссылка на бусте где выходят ролики без цензуры ну и конечно же как обычно я пожелаю вам только интересных сюжетов и увидимся в следующей серии пока